Всем привет, с вами Прия. В текущий момент в игре существует очень много аддонов, которые как-либо помогают нам, игрокам, извлекать какую-либо полезную для себя информацию. Но сегодня речь пойдет именно о тех аддонах, которые, я считаю, очень так неплохо помогут вам в освоении нового обновления 8.3. Их будет немного, выделил самые важные, которые являются весьма неплохими, которые дают хорошую информацию касательно того, что находится вокруг вас. Ну и, в принципе, те аддоны, которые помогут. Начнем же. В тот момент, когда я открываю карту на стриме, частенько задаются вопросы. Что это за звездочки, для чего они, и какая вообще в них суть? Рассказываю. Эти звездочки, при наведении на них, позволяют видеть имена различных рарников. Если с них падает что-то интересное, по типу питомца, маунта или какой-либо игрушки, это также будет помечено. Какой аддон нам позволяет это делать? Этот аддон называется TomCatTours с модулем, который сейчас я просто-напросто открою и покажу. Rars of Vision of Nzot. То есть, рарники в видениях Nzota. Ну, на самом деле, как-то так, наверное, перевод идет верно. То есть, в чем суть? Если на какую-то локацию делается нападение, то мы видим активных рарников. Неактивные рарники будут просто выделены красным кругляшочком. Также, если мы откроем локацию Пандарии, Вечно Цветущий Дол, то мы также увидим эти звездочки, мы также увидим рарников, которые помечены красным кругляшочком, которые недоступны в текущее нападение. Ну, а если вы уже убили какого-то рарника сегодня, то он будет помечен галочкой, что означает, что вы не получите с него лут сегодня. Если вам не хочется видеть эти звездочки на карте, то можно скачать другой аддон под названием Handy Notes, аналогично с модулем, который соответствует текущему обновлению. Что позволяет делать этот модуль, что позволяет делать аддон, вкратце расскажу. На мини-карте, которая находится в правом верхнем углу, будут тусклые звездочки. Если имеется рарник в этом месте, то она будет гореть золотым цветом, желтым. Ну, если нет, то цвет будет тусклым. Все, в принципе, просто. То есть, как вариант, с целью отслеживания рарников, можете использовать либо адон, который был сказан ранее, либо тот, который был назван чуть ранее. Просто-напросто летая по локациям Ульдума, по локациям Дола, можно не увидеть какого-либо рарника. И есть аддоны, которые дают звуковые анонсы, если рядом с вами находится какой-то рарник или какое-либо событие. Есть три аддона для этого. NPC Scan, Silver Dragon и Rar Scanner. Можете установить тот, который вам больше всего нравится. Но NPC Scan является весьма старым аддоном, поэтому в каких-то случаях он будет не работать. Рекомендую Silver Dragon или Rar Scanner. Я думаю, все уже успели познакомиться с контентом видений. Ну, если вы не играли, то есть два видосика на ютубе, где я зачищаю видение Аргримара и видение Штормграда. Можете глянуть, если вам интересно. Может, чему-нибудь научитесь. Как говорится, на моих ошибках можно научиться весьма неплохо. И в дальнейшем вы их не допустите. Есть модификация, которая называется Deadly Boss Mod, сокращенно DBM. И к нему есть модуль, называемый DBM Challenge, который просто-напросто позволяет видеть способности боссов, когда они будут применены, с каким таймером. И будут сказаны примерные действия, что с ними делать. Эти действия будут выгорать по центру экрана. Собственно, действует это как обычный DBM, только для видений. Название – DBM Challenge. В обновлении 8.3 появилось очень много различных вещей. Сменилась система прогнутых вещей. Вместо обычных Warforge вещей и вместо Titanforge вещей появились карабтат вещи, зараженные. Те, которые имеют дополнительные проки, те, которые вешают на нас порчу. То есть, мы ловим позитив от негатива, грубо говоря. И у людей возникает большое количество вопросов насчет того, стоит ли надевать эту вещицу, не стоит ли ее надевать и вообще, что с ней делать, повысит ли она наносимый урон или нет. Есть прекрасная модификация и прекрасный сайт, о котором мы сейчас немножко поговорим. Название модификации SimulationCraft, название сайта, RaidBots. Что нам нужно? Мы скачиваем модификацию под названием SimulationCraft. После этого пишем в чат 5 символов, слэш, симк. После этого нажимаем Enter. Копируем абсолютно весь код, который нам дается. Это информация по нашему персонажу. Никнейм, специализация, сервер, регион сервера. Далее, класс, левел, раса, роль, дамагерская, профессии, таланты. Далее, все вещи абсолютно, которые у нас надеты, как распределены азеритки у нас, какие вещи находятся в сумке. Именно с этим кодом мы будем работать с целью максимизации своего результата, а именно DPS. После того, как мы скопировали код, нам нужно зайти на сайт RaidBots.com, после этого открыть вкладку Top Gear, скопировать тот код, который мы получили из игры. И перед нами абсолютно вся информация о нашем персонаже. Мы можем сравнивать азеритовые вещи путем выбора нескольких азеритовых талантов в одном азеритовом тире. Ну, грубо говоря, кольце. Собственно, накликаем сейчас что-то, что-то сделаем. Просто-напросто нагрузим наш симкрафт и посмотрим конечный результат. Нам выведется в конечном счете самая лучшая комбинация наших эссенций, наших каких-либо вещей и всего прочего. Но будьте чуточку аккуратнее, потому что комбинации ограничены. Но если оформить премиум-подписку, то, по-моему, это количество комбинаций становится неограниченным. В принципе, хватает небольшого количества комбинаций с целью получения желанного результата. Процесс является весьма долгим, поэтому я советую вам попить кофе-ел в этот момент. Почему бы и нет? КОНЕЦ Сравнение предметов подходит к концу, и скоро мы получим нужный нам результат. А результат наш будет тот, что мы должны получить топовую связку вещей, эссенций и азеритовых талантов. Все сейчас это рассмотрим, конечно же. Итак, что мы можем увидеть? После... Абсолютно всех подборов комбинаций. Мы видим то, что RaidBots сайт рекомендует надеть мне героические ноги с порчей. С целью того, чтобы повысить мой ДПС на 717 единиц. Имеет ли это смысл? Ну, вопрос хороший. Я увеличу тотальную свою порчу, то есть на 35 единиц, но при этом повыше свой ДПС на 717 по версии сайта. Имеет ли это смысл? Вопрос хороший. Погружаться в порчу, я подумаю. Но самое главное, принцип работы сайта показан, ну, я думаю, показан весьма неплохо. Эссенции такие же он рекомендует оставить, также можно было еще и таланты немножко перебрать, какие-либо комбинации. В общем, можно было бы весьма все интересно сделать. Загружайте свои коды, прогоняйте весь свой шмот и повышайте свой ДПС. Желаю вам в этом успехов. Вот и все. Те аддоны, которые имеют смысл в текущий момент времени, разобраны. Разобраны весьма неплохо. Ссылочки на скачку все будут в описании, само собой. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.